Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Отзвенели последние звонки в школьных и университетских классах с затишье до осени. Настроения возвышенные. Учителей пригласили в Москву, чтобы выслушать, чем же они в конце-то концов довольны. Очень много появилось формальностей и бумаг, но именно со стороны оформления и прочее. Я хотела вашего участия в этом вопросе. Оказалось, довольны практически всем. Не хватает лишь уроков труда, да вот еще надбавки за классное руководство можно было бы увеличить. А так, Андрей Александрович, жаловаться практически не на что. Да и кто же будет жаловаться в вашем-то присутствии? Вашу бочку меда не испортишь никаким дегтем. Конечно, обидно, когда настоящий человек, который за весь год не рассказал. Ни одного урока, ни одного ответа. И по счастливой случайности это только за район нашего района. Я сделала для этой школы очень многое. Я президентский стипендиат, президента Путина я стипендиат, нашей республики президента я стипендиат. Я выиграла кучу олимпиад для этой школы. Я везде рассказывала о такой школе. И когда один человек делает все для того, чтобы получить медаль, а другой просто весь год смеется, дерется с пацанами и стоит с тобой на одной сцене, это несправедливо. Я понимаю, что каждый родитель хочет тянуть своего ребенка. Это везде есть. Но тянуть двоечницу до медалиста – это сверх наглость. Медалистка Рузанна Туку из Токтамукайского района Адыгеи – опасная революционерка. Несмотря на свой юный возраст, она уже раскачивает лодку в одном из стратегически важных регионов страны. Девочка не понимает, что таким образом подыгрывает враждебным нашему государству силам, мечтающим развалить его террористическим группировкам и иностранным спецслужбам. Спасибо всем, кто меня поддержал. Я осчастливила 70% населения нашего района. Я буду за вас бороться. А этой Заире Паранук я хочу пожелать, чтобы она перестала красть мандарины, хамить учителям и на вопрос «А что ты здесь делаешь?» отвечать «А тебя е**». Как говорил Ленин, народ – это стадо баранов. Возможно, в современных учебниках и впрямь написано, что это говорил Ленин. Но все-таки авторство высказывания принадлежит отнюдь не ему. И вот тут становятся понятны истинные намерения Рузанны. Вот каких классиков она начиталась. Только не надо Рузанна проецировать свои личные комплексы и обиды на всю систему. Система у нас здоровая. В целом. И никакие революционные потрясения ей не нужны. Ей нужна мягкая, постепенная эволюция. Развитие. Как говаривал создатель русской атомной бомбы Аркадий Петрович Столыпин, «Дайте мне порулить еще лет 20, и вы не узнаете Россию. Дайте еще лет 20 современным реформаторам, и никто не узнает вообще ничего». В Самаре на День России перепутали имя первого космонавта, назвав Юрия Гагарина Алексеем. Инцидент случился во время праздничного концерта, а заметить досадную ошибку удалось местному жителю. Нет, вы вдумайтесь, удалось заметить. Остальные несколько тысяч присутствовавших заметить пытались, но им не удалось. Пользователь Инстаграм выложил в социальную сеть фотографию с места событий. На большом плакате позади выступающих изображен первый космонавт мира Юрий Гагарин, но вместо этого имени значится другое – Алексей. Автор снимка сопроводил его ироническим комментарием. Не все знают, что у Юрия Гагарина был брат-близнец Алексей. Региональный портал 63.ru пояснил, что концерт был посвящен деятельности российских первооткрывателей в истории страны и мира. Рузанна, это еще не все. Городок Самара вообще особенное место. В соцсетях высмеяли организаторов празднования 300-летия со дня рождения выдающегося ученого Михаила Ломоносова, который проходил в городе Самаре. Пользователи сети обратили внимание на удивительное сходство портрета ученого с портретом первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона, который изображен на купюре в один доллар. Но с другой стороны, а что такого? Чей портрет чаще встречается в нашей теперешней жизни? Михаила Ломоносова или Джорджа Вашингтона? Кто из них больше повлиял на современное образование? Ломоносов или Вашингтон? То-то и оно. Не стоит судить строго и предвзято. Кроме того, не стоит нагнетать, не стоит передергивать, не стоит утрировать, не стоит раздувать скандал, не надо сгущать краски, делать из мухи слона, а много шума из ничего. Негоже нам посыпать голову пеплом. И да, Вы правы, раскачивать лодку. Перед школьниками открыты все дороги. Вот что бы Вы, как президент Российской Федерации, могли бы посоветовать именно таким детям? Я как делаю? Вот мне многое хотелось. Я хотел быть и летчиком, и химиком, и еще. Я же учился в специализированной химической школе. После восьмого класса я перешел, мне нравилось. Я пошел в летное училище. Я был школьником, была производственная практика. Вот что министр Васильев это хочет ввести, производственное обучение еще школьников. Я ходил на завод имени Куйбышева, Иркутский завод тяжелого машиностроения, ордена трудового красного знамени. Изготавливал золото добывающие драги, в 12 стран мира поступало. Сегодня там магазин, стройматериалы, электротовары и всякая другая шелупонь. Завод такой, махина. Какое тут училище, кому оно нужно? Это Иркутское высшее военно-авиационное инженерное училище. Училище со столетней историей. Молельная комната в этом, построенном при царе еще кадетском корпусе, была настолько велика, что при советской власти в ней помещались 4 полноразмерных самолета. Училище было единственным на весь сибирский военный округ. Здесь готовились кадры для Дальневосточного и Тихоокеанского театров военных действий. Но ведь этих театров нет теперь, у нас теперь кругом друзья. Не случайно же в начале 90-х Горбачев стоял на этих ступенях под ручку с Колином Паулом, главой Американского комитета начальников штабов. Училище не пережило реформ Сердюкова. А в этом июне последний звонок не оставил от училища даже воспоминаний. Сотрудники полиции подозревают двух 15-летних школьниц в поджоге зданий на территории бывшего авиационного училища в Иркутске. Предполагаемые виновницы происшествия в ходе допроса дали признательные показания. Они поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Погибших нет, но жертва почти каждый иркутянин. Накануне вечером и почти всю ночь горели корпуса бывшего Ивату. Разворывали наши училища. Стреляют в глаза кому-то. В наших корпусах убивают. Два марскаманских притома у нас сейчас вот прикрыли. Наркоман сидел, стрелял. Девять лет уже ребятишки закончили первый класс, идут во второй класс нынче. Они не знают, что ли из этого училища. Они идут и спрашивают, а кто в этих домах живет? А почему они такие без окон? Ребятишки, поколение выросло. Впрочем, все это, дорогая Рузанна, лишь череда досадных совпадений. Не стоит обращать на них внимание, зацикливаться на них не надо. Лучше обращать внимание на хорошее. Например, в отреставрированном Артеке открылась смена имени американской школьницы Саманты Смит. А присматривать за сменой будет вот этот молодой инноватор. Кандидат экономических наук. Бывший исполнительный директор Ассоциации менеджеров России. Бывший замгубернатора Тверской области. Я работал в свое время в проекте Всемирного банка. И был там тимлидер проекта Мэри Каннинг, которая была из Великобритании. Она сама была Ирландка. И заканчивая проект, большой, ну на самом деле пятилетний проект, который проходил в нескольких регионах России, она говорит, вы русские очень странные. Русские очень странные, рассказывает нам нынешний руководитель Артека, практикант российской программы Всемирного банка, по совместительству сын Рузанна. Ты не поверишь, единокровный сын одного из главных идеологов реформирования отечественного образования. Главного инноватора, профессора высшей школы экономики Анатолия Георгиевича Каспаржака. Отношение к человеку, прежде всего, и отношение к месту, это две вещи, по которым нас очень сложно сравнивать с американцами. У нас, мы не ценим человеческую жизнь, к сожалению. Впрочем, где Сталин, а где теперь Каспаржаки? Тоталитаризм в прошлом, как и проклятая советская эпоха. Наступило время других, современных новостей. Российская порноактриса Алина Еременко, но более известная под псевдонимом Хеннесси, пообещала самый масштабный гэнг-бэнг в своей карьере. Проще говоря, групповой секс. Со сборной России, если команда выиграет Кубок Конфедерации. Следует добавить важную деталь. Прославившая Россию и свой родной комсомольск на Амуре Алина Еременко, выпускница механика машиностроительного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В известном смысле это очко в актив нашей системе образования и тем, кто ее реформировал. Судя по положению дел в реальном секторе экономики, голливудским, польским и венгерским съемочным площадкам надо готовиться к новой волне таких вот машиностроительниц. Темпы роста промышленного производства показали наименьший рост за последние полтора года. Всего 0,1%, что существенно уступает прошлогоднему показателю в 1,6%. В сельском хозяйстве наблюдается самый медленный прирост производства за два года. Всего лишь 0,7%, вместо имевших место ранее 2-3%. Падает даже производство продукции низкого передела. Автомобильного бензина на 13,5%, листового литого стекла на 13%, кирпича на 8,2%, обуви на 5% и так далее. Но это не беда. Мы станцуем, мы споем. Почти у каждого подростка есть навыки видеосъемки и монтажа теперь. В каждом классе умеют обращаться с китайскими дронами и японскими зеркалками. У всех есть аккаунты в Ютубе. В стране завершился неформальный конкурс видеороликов к последнему звонку. Самой популярной мелодией, ожидаемо, стала песня группы «Грибы». «Тает лед». По популярности среди учащейся молодежи безобидная вроде бы группа «Грибы». Посмотрите, как под нее приседают умудренные опытом учителя. Заткнет за пояс не только Алина Еременко, но и Ломоносова с Алексеем Гагарином и Джорджем Вашингтоном. В моду точно так же, как в конце 80-х, входит агрессивная уголовная романтика. Я надену свой костюм, тебе так нравится велюр. Ты нашла злого Юру среди сам. Там, где взрослые очень долго не решают проблемы, молодежь быстро находит собственные решения. «Мало места, мне нужен воздух и бас, чтобы подорвать все, как в последний раз. Здесь не видно глаз, здесь не видно глаз. Нас ненавидят копы, значит, мы напалибаем бас». И кто остановит эту молодежь? Быть может, вот эта молодежь? Та, что в силу естественных биологических причин, примеряет сейчас офицерские погоны, каски и бронежилеты. Стоит ли удивляться, если стильные балаклавы из клипа, собравшего 100 миллионов просмотров, вдруг постучатся однажды в безмятежные кабинеты? «У нас эта система образования, она есть плоти от плоти нашей экономической системы. Пока мы этого не поймем, мы с заведомо более мощным противником, находящимся вот в этой же системе координат, я имею в виду буржуазных отношений, проигрываем. Вот этого понять никак не могут. Все наши стенания по поводу медицины, образования и так далее, они все так и останутся этими стенаниями, потому что в основе всего лежит бизнес-интересы. Бизнес и все». Общественное бытие определяет общественное сознание. И потому не спрашивая нас, по ком звонит последний звонок. Последний звонок звонит по тебе. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.